Сказка о золотом петушке Не вред ему тваря. Чтоб концы своих владений Охранять от нападений, Должен был он содержать Многочисленную рать. Воеводы не дремали, Но никак не успевали, Ждут бывало с юга глядь, Он с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, Идут от моря, от злости Инда плакал царь Дадон, Инда забывал и сон. Что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой ко помоге Обратился к мудрецу, Звездочет из копцу, Шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном Встал и вынул из мешка Золотого петушка. «Посади ты эту птицу, Молвил он царю на спицу. Петушок мой золотой, Будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, То сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны Ожидать тебе войны, Или набега силы бранной, Или другой беды незванной. Вмиг тогда мой петушок Приподнимет гребешок, Закричит и встрепенется, И в то место обернется. Царь с копца благодарит, Горы золота сулит. За такое одолжение, Говорит он в восхищении, Волю первую твою Я исполню, как мою». Петушок с высокой спицы Стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, Верно сторож, как сосна, Шевельнется, встрепенется, К той сторонке обернется, И кричит «Кирику-ку!» Царствый лежа на боку, И соседи присмирели, Воевать уже не смели. Таковой им царь Тадон Дал отпор со всех сторон. Год-другой проходит мирно, Петушок сидит всесмирно, Вдруг однажды царь Тадон Страшным шумом пробужден. «Царь ты наш, отец народа!» Возглашает воевода. «Государь, проснись, беда!» «Что такое, господа?» Говорит Тадон зевая. «А кто там? Беда какая!» Воевода говорит. Петушок опять кричит, Страх и шум во всей столице. Царь к окошку, Анна спится, Видит, бьется петушок, Обратившись на восток. Медлить нечего, скорее! Люди на конь! Эй, живее! Царь к востоку войско шлет, Старший сын его ведет. Петушок угомонился, Шум затих, И царь забылся. Вот проходит восемь дней, А от поиска нет вестей. Было, не было сражения, Нет Дадону донесения. Петушок кричит опять, Кличет царь другую рать. Сына он теперь меньшого, Шлет на выручку большиншого. Петушок опять утих, Снова вести нет от них, Снова восемь дней проходит, Люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять, Царь скликает третью рать, И ведет ее к востоку, Сам не зная, Быть ли проку. Войско идут день и ночь, Им становится не в мочь, Ни побоища не стана, Ни надгробного кургана, Не встречает царь Дадон. Что за чудо, мыслит он, Вот осьмой уж день проходит, Войско горы царь приводит, И промеж высоких гор Видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном, Вдруг шатра в ущелье тесном, Рать побитая лежит, Царь Дадон к шатру спешит, Что за страшная картина, Перед ним его два сына, Без шеломов и без лад, Оба мертвые лежат, Меч вонзивший друг во друга, Бродят кони их средь луга, По пропитанной траве, По кровавой мураве. Царь забыл, ох, дети, дети, Горе мне, попались сети, Оба наши сокола, Горе, смерть моя пришла, Все забыли за Дадоном, Застонало тяжким стоном, Глубь долин и сердце гор, Потряслося, вдруг шатер распахнулся, И девица, шамаханская царица, Вся сияя, как заря, Тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи, Царь умолк ей, глядя в очи, И забыл он в предыдух дней Смерть обоих сыновей, И она перед Дадоном Улыбнулась и с поклоном Его за руку взяла И в шатер свой увела. Там за стол его сажала, Всяким явством угощала, Уложила отдыхать На парчевую кровать. И потом неделю ровно, Покорясь ей безусловно, Околдован, восхищен, Пировал у ней Дадон. Наконец и в путь обратный Со своей силой ратный И с девицей молодой Царь отправился домой. Перед ним молва бежала, Быль и небыль разглашала, Под столицей близ ворот Шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, За Дадонами, царицей, Всех приветствует Дадон. Вдруг в толпе увидел он В сарачинской шапке белой, Весь как лебедь посиделый, Стародюрк, его скопец. А, здорово, мой отец! Молвил царь ему, Что скажешь? Путь поближе, что прикажешь? Царь! Ответствует мудрец. Разочтемся, наконец. Помнишь, за мою услугу Обещал мне, как другу, Волю первую мою Ты исполнить, как свою. Подаришь ты мне девицу, Шамаханскую царицу. Крайний царь был изумлен. Что ты, старцу молвил он, Или бес в тебя вернулся, Или ты с ума рехнулся. Что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал. Но всему же есть границы. И зачем тебе девица? Полно знаешь ли, кто я? Попроси ты от меня Хоть казну, хоть чинь боязки, Хоть коня с конюшней царской, Хоть полцарства моего. Не хочу я ничего. Подари ты мне девицу, Шамаханскую царицу. Говорит мудрец в ответ. Дюнул царь. Так лих же нет. Ничего ты не получишь. Сам себя ты, грешник, мучишь. Убирайся, целпака. Оттащитесь старика. Старичок хотел заспорить, Но с иным не складно с дурик. Царь хватил его же злом, По лбу тот упал ничком, Да и духом. Вся столица содрогнулась, А девица и хихи-хи-та ха-ха-ха. Не боится знать греха. Царь хоть был встревожен сильно, Усмехнулся и умильно. Вот въезжает в город он, Вдруг раздался легкий звон, И в глазах у всей столицы Петушок спорвнул со спицы. В колеснице полетел, И царю на теме сел, Встрепенулся, клюнул в теме И взвился. И в то же время С колесницей пал дадон, Охнул раз, и умер он. А царица вдруг пропала, Будто вовсе не бывала. Сказка-ложь, давний намек, Добрым молодцам урок. Субтитры создавал DimaTorzok